Президент и единственный владелец АО «Фармосинтез» Викрам Пуния. Ради мечты о большом бизнесе остался жить в России и отказался от индийского гражданства, о чем нисколько не жалеет. За 20 лет компания стала номером один в России по производству госпитальных препаратов. В 2017 году компания «Фармосинтез» заняла восьмое место среди 50 самых быстро растущих компаний России. Выручка «Фармосинтеза» за последние 4 года выросла в 5 раз. И в 2016 году составила около 12 миллиардов рублей. В 2016 году впервые компания принесла Викраму Пуния 1 миллиард рублей чистой прибыли. Динамика роста прибыли в 2016 году составила 240%. В 2015 году на петербургском форуме у Викрама Пуния и Владимира Якушева состоялся судьбоносный разговор. В том же году Викрам Пуния приобрел «Юграфарм» в Тюмени. В модернизацию завода «Фармосинтез Тюмень» в 2017-2018 годах будет инвестировано 3,7 миллиарда рублей. «Фармосинтез» занимает примерно 45% российского рынка в натуральном объеме и более 30% в денежном. Каждая вторая таблетка, принимаемая в России от туберкулеза, и каждая третья от ВИЧ, произведены на заводах «Фармосинтез». 5 миллиардов рублей – запланированный вклад в экономику Тюменской области к 2020 году. 500 миллионов рублей в год – планируемые налоговые отчисления в Тюменскую область. Главная миссия Пуния – вывод России из зависимости от импорта лекарств. С 2015 года «Фармосинтез» экспортирует продукцию в другие страны мира. За инвестирование 5 миллиардов рублей в медицинское производство в Тюмени победитель в номинации «Инвестор года» Викрам Пуния.